Всем привет, ребят, всем привет, девчат, с вами Букреев, все как всегда в прямом эфире, в черную пятницу, сегодня черная пятница, ну у нас, ребят, как черная пятница проходит, она уже с понедельника по воскресенье идет, так что не забывайте, если что, закупаться, скидоны везде есть, действительно есть. Я вот с чего хотел начать это видео, что я сказал только, что вы поняли, что я только что сказал, напишите в комментах, короче, я сегодня хочу распаковать вот эту посылку. Посылка за 250 баксов, посылка за 250 долларов, но прежде чем мы начнем, я хочу поднять очень важный вопрос, понимаете, я не хотел, вот честно, я не хотел поднимать этот вопрос, но, ребята, что это, что это значит, что это, я пришел, значит, в свой нормальный вид, да, таким, каким я был всегда, собственно. И что я вижу, капец, опять лысый, был такой красивый, эх, это не бук, у бука волосы уже давно отрастил, бук красивый, шевелюра, верните нам бука, почему ты лысый, ты как голое колено. Ты кто, где наш букрев, где наш непрочесанный букрев, ребята, я немножко не понимаю, это же классик, это же классические режимы, да, и этот годами был такой, неужели я вам волосотики нравлюсь больше, короче, этот вопрос нужно решить раз и навсегда, закрыть эту тему, больше к ней не возвращаться. В комментариях прямо сейчас напишите, как мне лучше, волосатым чи лысым, ребята, вы же девчонки пишут, что я такой мужественный, когда лысый, а пацаны пишут, что я очень милый, когда волосатый. Короче, решить нужно вопрос, напишите в комментариях, но нужно обосновать, не просто так, да, не просто надо, а обосновать. Кто напишет самый смешной комментарий, тому 500 рублей, 500 рублей, куда угодно, ну там конвертируем гривны за кем куда надо, кому угодно. Короче, ребята, давайте открывать нашу посылочку, смотреть, что у нас внутри, затягивать не будем. Ладно, не будем затягивать. Посылочка мне пришла Диачель, ребята, и понимаете, в чем вот самый главный прикол Диачель? Обычно, если там 3D принтер придет, Диачель, ну видите, она вот вскрывалась, конечно же, проверялась. Если придет 3D принтер или что-то там, робот-пылесос, они мозг вынесут, они тебе просто-просто, они тебя завалят вот этой фигней, что тебе нужно платить таможню, они там проведут мега оценку. А вот к такому товару они не приколебались, совершенно не приколебались, хотя цена посылки больше, чем 100 долларов. Короче, непонятно совершенно, как это работает. Давайте смотреть, что у нас здесь внутри, я вот так вам покажу, смотрите, ребята, здесь бутерброд, здесь бутерброд. Короче, на самом деле настало время утепляться, утепляться. По супермаркетам и магазинам лучше не ходить, короночка везде попахивает. Поэтому, ребята, по 30 баксов, 35, там 34, 30 большой пакован свитеров. И, ребята, мы сейчас с вами откроем, посмотрим и решим, стоит оно того или нет, потому что я знаю, что на Али есть крутые шмотки. В интернете много пабликов, которые прямо публикуют всю эту тему со шмотками, типа, да. Смотрите, ну упаковочка неплохая, да, то есть ты вот достал, ты как бы, да, прям все ровненько, все прямо красиво, здесь прям зип-замочек. Так давайте уберем, да, наверное, ведь? Ух, тихо, тихо, соседи, привет, соседи, привет, здорово. Давайте посмотрим. Во-первых, это брендово, посмотрите, как сложили, да, то есть не помято ничего, брендово, бренд, смотрите, бренд, это бренд, мы сейчас состав посмотрим. Так, посмотрите, что это за картина, ребят? Что это за картина? Напишите в комментах, это что-то, это что-то, по-моему, популярный какой-то пейзаж. Это кто-то под псилоцибином, да, урыкался. Так, ребята, размерчик, кстати, самый маленький. А, ну да, конечно, за вот этот человек, который рисовал эту картину, вот у него такое лицо было, такое лицо было. Размер самый маленький M. Обычно у китайцев все маломерят, вот реально, обычно берешь M, а это вообще S. Здесь мне кажется, что это даже прямо не M, да, ну короче, давайте мерить. Но для начала посмотрим, есть ли бирочка, да, на которой написано какой-то хотя бы составчик или так далее, или тому подобное. Я вижу только информацию на китайском языке, хотя на ощупь это достаточно приятная такая хлопковая ткань. Ну здесь смесь, здесь, наверное, смесь. Слушайте, вообще кофты с капюшоном люблю, давайте помарим, посмотрим. Так, ребятки, ну что вам сказать? Во-первых, это тупо оверсайз, натуральный тупо, я со свинкой Пепой. Ой, блин, я не знаю даже, слушайте, ребят, во-первых, по рукавам посмотрите, да, то есть, посмотрите, ну чисто вообще нормально, по плечам абсолютно нормально. Ну в общем, зырьте, это какой-то тупо оверсайз, да, то есть она огромная, здесь можно просто, мне можно забеременеть, мне можно забеременеть и с животом в такой кофте ходить, честно. Ну реально, если мне еще, если мне еще подбавить, подбавить килограммчиков 8 жирка, вот такие вещи я и буду носить. В целом, в ней очень уютно, вот серьезно, действительно уютно, огромный оверсайз пальцы, да, вот именно здесь оверсайз, потому что, видите, рукава все норм, плечи все норм, и все такое, она по длине норм. Но она такая вся, прямо дутая, раздутая, мне нравится, мне нравится, давайте следующее, я достану вам покажу, а потом уже померяю, чтобы это не происходило, непонятно что. Смотрите, 30 с чем-то доллара, там 32 бакса, это стоило до распродажи, я точно помню, когда это все заказывалось. Сейчас, походу, это дело реально дешевле, потому что, ну черная пятница, и черная пятница, действительно скидочка присутствует. Также скидочки присутствуют в моем любимом магазине компьютерных комплектующих, где я собирал свой компьютер, можно видосик про мой комп посмотреть вот здесь. Самые крупные скидки на компьютерные комплектующие, ребята, есть шанс себя порадовать к новому году, или не себя, а девчонки, вашим парням видеокурточку обновить. Не обычную курточку, а видеокурточку, думаю, он больше будет рад. Что в осенние курки можно и зимой походить, а вот с видеокартой, ага, нормальную игру не запустишь. Так, ребят, скидончики будут на процессор AMD Intel, на материнские платы, на видеокарты, на оперативную память, на игровую периферию, на мышки клавиатуры, на мониторы, на сетевое оборудование. Еще очень классная вещь на телемарте есть, это конфигуратор, который тебе легко помогает собрать твой комп, то есть там пошагово ты выбираешь процек, там все-все-все, материночку и так далее, и тебе его прямо на телемарте могут и собрать. То есть тебе придет уже сборочка, не нужно будет самому ковыряться. Короче, ссылку на телемарте оставляю под видео, погнали дальше. Так, ребят, как я и сказал, сначала мы все дело откроем так, визуально чисто посмотрим, а потом я померю. Так, следующая кофточка, кстати, они разного материала, вот здесь больше синтетической нитки, но опять же, почему не написать, вот почему не написать состав, катон там, полиэстер и так далее. О, 65% катон, 35% полиэстер, отлично, вот это, вот это мне нравится. На самом деле, такая будет вещь очень теплая, но будет немножечко продуваться, я вам по своему опыту скажу, смотрите. Тоже это, походу, все-таки такой лютый оверсайз, здесь take-off и горящий самолетик. Paperplane 2030, неплохо, неплохо, неплохо. Слушайте, ребята, я походу себе здесь, может быть, что-то и поставляю, буду дома моросить, чтобы тепленько было, а некоторые вещи пойдут в Bookstore. Ну, Bookstore вы уже знаете, что такое, напоминать уже не буду, ссылку оставлю на Instagram, там товары после видосов продаются, но отправка только по Украине, если что. Слушайте, да что я вам буду так, потом так, потом так показывать? Короче, ребят, давайте смотреть сразу, я буду сразу открывать и сразу мерять, и поделюсь своим впечатлением по поводу качества. Потому что пока то, что я увидел, ну, на самом деле, за эти деньги, там, за 30 баксов, мне кажется, может, я давно был в магазинах? На самом деле, я в магазинах одежды очень давно был, поэтому мне сложно ориентироваться, но мне кажется, что, ну, не стоят вещи подобного формата и качества по 30 баксов, да? Ну, так это достаточно дежа, да по 900, там, гривен. Мне кажется, такую хорошую толстовку с капюшоном большую не купишь за эти бабки. Ребят, напишите в комментах, сколько у вас стоит вот подобная толстовочка. Ну, шо, ребятки, я здесь, погнали дальше, слушайте, шо это за маргинштук? Шо это за маргинштук мне здесь прислал? Это шо, посылка от Маргинштерна или шо? Я не могу понять, шо это такое? Шо это такое, Маргинштерн? Ты шо, успокойся, зачем ты мне это прислал? Мне твоя музыка не очень нравится, я хочу тебе честно сказать. Мне Led Zeppelin нравится, ты не мог мне нормальную кофту прислать? Она просто, ребята, это просто вот реально. Посмотрите на это. Вот, кстати, здесь тоже размер М, размер М, посмотри. Похож на маленького сонного, маленького малого мемца, больше тысяч, посмотри. Не, может быть, это так и должно быть, да, чтобы вот такие рукава, честно. Я лично, я не представляю, как мне вот такое носить, ребят. Я, честно, не представляю. Я не знаю, тут, мне кажется, два букречика влезет, ребят. Мне кажется, сюда влезет, может быть, даже три букреева. Так, ребят, следующая кофтинка. Здесь уже, здесь уже вообще, вообще, шо, шо, это вообще. Это что-то вообще, это какой-то кантри. Это, ребята, кантри стиль, ребят, обратите внимание. Вот такое мне, вот такое мне понравилось бы, когда мне было лет 17. Я вот такой хиппи, фенечки вязал руками и все такое, понимаете? Здесь, кстати, по-моему, стопроцентный катончик на ощупь. Так, ребятки, по-моему, с моей причесочкой, это вот именно для меня, ребят. Вот именно для меня. Я приеду в саду такой, шо? Ну шо ты хочешь? Ну шо? Ну шо тебе надо, другая? Слушайте, ну на самом деле, принт прикольный, но я не представляю, куда бы я мог надеть такое. Ну честно, ребят. Я вообще пацан, как бы, ну спортивный, по моей фигуре, наверное, заметно, да? По моей прическе. И честно, я не знаю. Ну как бы вроде прикольно, но, блин, ну это нужно как-то соответствовать таким вещам. Так, друзья, следующую открываем. Вообще, вообще, она на вид очень мягенькая и прямо такая, как будто шерстяная штуковина. Вот честно. Ну прямо она, кажется, что так тебя будет греть, что ты просто обалдеешь. Вот такой свитер, честно. На ощупь он вроде бы как бы шерстяной, но, знаете, не жесткая шерсть. Вот действительно, она такая какая-то нежная. Хотя сам принт мне, опять же, тоже не очень так понятен. Но структура вот действительно приятная на ощупь. По-моему, это выглядит, как будто я птичка Додо Пашвияшвили. Еще с шортиками, ребята, посмотрите. Посмотрите. Оп, пошло дело. Опа, пошло. Ну, на самом деле, реально, к телу она приятная, но вот как-то она длинная для меня. Действительно. Кстати, проблема, что я метр шестьдесят восемь. То есть в рукавах она мне как бы плюс-минус норм. Но это действительно что-то как юбочка какая-то, понимаете? То есть, но на ощупь, тактильно, это очень приятная штуковина, вот на самом деле. Кстати, не написано на самой кофте, из чего она. Но вот вроде бы она на ощупь как шерсть, как шерсть, как шерсть. Но не колючая такая, тянущаяся, да? То есть полиэстер здесь по-любому где-то есть. Вот так, ребята. Ну шо, come on, baby light, my fire, ребят. Come on, come on, clap your hands up. Так, ребята, здесь у нас тупо огонек, розовенький огонек. Короче, это вот это, понимаете? О, гляньте, как оно посклеивалось прям, да? То есть прямо с фабрики. Прямо с завода. Интересно, как оно стирку переживет? Слушайте, это реально какое-то вот такое модные вещи, знаете, когда какие-то миниатюрные девочки одевают супер какой-то оверсайз. Ну реально, хотя, ну не сказать, что это какое-то супер женское, наверное, это какой-то уни. Слушайте, ну принт на самом деле забавный. Только мне хотелось бы, чтобы огонь был не такой розоватый, а именно красный, червоный, как червон Аруто. Ну шо? Ну шо? Огонек или нет, ребят? Огонек чи не? Слушайте, ну на самом деле, блин. Ну вот этот, понимаете, вот этот розовый. Ну шо мне розовый? Ну куда мне розовый? Ну куда, понимаете? Это было бы красный на пламя, вот реально. Я бы, может, поносил бы. А так вот, понимаете, наверное, в букстор пойдет. Хотя вот здесь не сказать, что это женская кофта какая-то, да? Вот потому что она действительно какая-то уни. Вот это неплоха, кстати. Я бы в такую походил бы, вот реально. На ощупь она такая, знаете, будет магнитить все шерстинки персика. Вот эта, кстати, штука, она прямо такая. Видишь ли звук? Она жесткая, жесткая. Смотрите, мой кулак, это мой кулак. Сильно? Сильно получается? Следующее, ребята, со смайликом, посмотрите. Это мертвичный смайлик, потому что он умер, мне кажется, почему-то на вид. Так, ребята, откроем. Посмотрите, здесь они реально все в таком действительно стиле оверсайзовском. Оверсайз. Смотрите, вот такая морда. Смайлик, как и помер. Так, короче, у меня была проблема одна в детстве. Смотрите, вот здесь тоже еще раз смайлик. У меня была такая кофта с таким вот карманом, знаете. И мама мне в лагере прислала арахис, орешки. Я бы эту кофту так положил в карман. Кушал жареный такой арахис. А потом у меня арахис этот там запрел. И понимаете, ребята, в чем фишка? Я так любил арахис, что я съел вот этот запревший арахис, а потом... Ой, лучше не знать. Слушайте, ну карман на самом деле здесь есть, да. То есть вот карман как бы присутствует. Но то, что он удобный, я бы не сказал. Действительно, я бы не сказал, потому что моя, например, рука туда как бы на два пальца залезет. Может быть, какой-то ключ и кинуть будет удобно. Здесь у нас на руке какой-то, какие-то значочки. И все, собственно. Ну давайте посмотрим, пожирим. Ну что сказать? Я на самом деле, я на самом деле кофты с капюшончиками люблю. Она очень уютная. Вот реально она такая... Ой, здесь еще есть на руке замок. Вот это тема на самом деле, когда ты идешь... А-а-а, понятно. Она... Все ясно, ребята. От этого не працюет. Тут нема ничего. Обманули. Обманули нас. А было бы неплохо, если бы еще здесь был карман. То есть куда-то телефон можно было бы кинуть. Потому что я не люблю, допустим. Я действительно не люблю ходить с какими-то сумками и так далее. Я бы все по карманам бы раскидал и все. Ну что, мне подходит такое, ребят, что нет? Ну на ощупь действительно приятные вещи. Я думаю, что за такие бабки ты не купишь подобное шматье у нас в магазинах. Ну реально. Можете меня поправить в комментариях, если я не прав. Так, ну и последняя ковтыночка. Конечно, все это интересно протестить в процессе времени, в процессе носки. Как это все будет носиться и так далее. Так, что тут нарисовано? Бо я не бачу. Три медведя борются. Ребята, не борются. Обратите внимание. Три медведя борются. Это борьба идет. Идет борьба. Слушайте, на самом деле, по моим ощущениям, это все какие-то такие уютные домашние вещички. Вот честно. Я бы не сказал, что это мой стиль. Я не представляю, что я это одену, куда я это одену. И так, я вообще как медведь в этом всем. Но вопрос именно в том, что они очень приятные на ощупь. И вопрос в том, что если вы стильны, там, если вы следите за всеми этими вопросами, то мне кажется, что-то для себя можно подобрать, ребят. По поводу качества, действительно, неплохое. Не могу сказать, что это какое-то вау, ты берешь, ну, там, супер какое-то дорогое качество. Но вы видите тоже визуально. Опять же, что-то не просто какой-то лютый Китай-Китай. Но видно, ребят, что упаковано хорошо. Как бы нитек каких-то не торчит, ничего. Не воняет, самое главное, ребят. Не воняет ничего. Так что ссылку на этот магас я оставлю в описании. Черная пятница. Не теряйте свою возможность. Подписывайтесь на мой канал. И жду, собственно, ваших комментариев по поводу моей прически. Можете еще по поводу стиля написать, что я парень, не особо стильный. Но ваши замечания я бы прочитал, ребят. До новых встреч!